итак я вас всех приветствую друзья меня зовут иван вы на канале фолиота мы играем и все они спьют и 3 по многочисленным просьбам долго очень и не выкладывал много проектов вот к тому же карьеру у меня закончилось неожиданно как всегда принципе бывает нет какой-то правной точки заканчивается всегда там при каких-то непонятных обстоятельств потом у меня было долгое время апатии на эту игру вот но ребята мне постоянно пишут пишут давай давай выкладываю под водочки надо попробовать я это все сделал теперь буду в рамках турниров вот объясню почему тоже карьеру мне уже неинтересно проходить она стала нам скучнее чем 2010 они спьют или личным на мой взгляд мы будем делать вот так вот сейчас я решил попробовать так чисто экспериментальном порядке создать турнир по среднему весу вот в рандомном тоже соответственно порядке выбрал бойцов вот и собственно это позволит нам познакомиться с массой бойцов в этой категории весовой не со всеми конечно но такими с наиболее то я так понимаю выбирает по принципу самых лучших в среднем весе так как это все будет еще раз выглядеть в общем я так на обу буду выбирать из бойцов из предлагаемых у кого что там будет грубо говоря бой вот сейчас какой-то 1 8 и я вот и выбрал марка муноса вот хороший кстати он такой хороший дядька такой я имею в плане очень мощный вот и вообще собственно так вот у меня это турнир разделился на четыре части вот и выпустив постепенно буду выкладывать сперва вот одну восьмую потом на четверть финал полу финала и собственно сам финал очень кстати так мне неплохо получилось именно турнирчик такой исторический что там сложился ну убедитесь потом пока не буду раскрывать их карт в общем вот я уже собственно нанес такой первый легкий нокдаун в партере да именно мая он мой лично боец сейчас он партерщик конечно в большей степени очень приятно с ним поковыряться внизу хотя вот реверсы иногда тоже случаются вот сейчас тоже реверс такой справа был защита удары у него очень мощные у них он из-за этого нашего вот смотрите смотрите вот это пытается называется butterfly позиция butterfly в партере фишка джиу-джитсу вот когда там он так ноги торчат как крылья бабочки так вот butterfly типа бабочка очень хорошо владеет андерсон сила на полу в партере вот очень создается такое как бы чем отличается именно этот стиль от остальных там обычных скажем очень создается хороший комфортный упор ногами двумя в корпус центр корпус противника если вы снизу грубо говоря находитесь и можно совершать массу маневров перекатов вот это мне так лично показалось я свои собственные ощущения то что я как бы лично сам не занимаюсь микс файтами ну вообще не борьбой не просто именно часу жупой игре пару раз слышал статьи как статьи ну рассказывая там просто бывалые такие бойцы джиу-джитсу очень много очень много в партере интересных происходит положений если с виду там кажется что как бы это не очень интересно да незрелищно скажем так вот как борьба в стойке удара разменивание ударами вот то я сейчас спасли не стал интересоваться именно партером посмотреть как сидел там делают но в настоящей в реальной жизни вот и не могу сказать знаете вот в игре очень принципе достаточно достоверно изображено отображено вот этого действия на полу и увлекательно очень еще играть то есть именно стиками дергать туда-сюда в такой более-менее хардкорный скидить режим вот и я кстати сразу да еще хочу обозначить одну такую вещь я играю на среднем уровне сложности потому что нас более тяжелых уровнях я не знаю как у меня я даже потом уже не особо не пытался этого делать но тяжелых уровнях в партере бороться вообще невозможно то есть там любое в любая ваша как бы смена положения он ловит реверс моментально просто есть настолько сложно стало то ли это просто ты просто читер компьютер такой не знаю мне это очень не понравился на среднем уровне сложным и побороться может так и и компьютер тоже не лох вроде на полу это реверс совершает если как бы направленности борцовской так ладно качестве отвлекся от хода боя вот почему мы потихонечку это наверное отбиваем стамину отбиваем лицо на полу я пытаюсь видите залезть он блок блокирует мои перемещения на полу вот вот он бутерфляй опять не получилось у него ничего сделать ноутон делает общем вот такую штучку triangle челк это называется удушение ногами было я часто нам очень заламывает руку из того же самого положения вот вот игре кстати это прикольно очень сделано люди которые обладают хорошим показателем с болевым этим самым у как я ему хорошо сейчас пробил он там блокировал меня ногами еще и руками блокировал но тем не менее все равно дошел удар кто обладает хорошим показателем по болевым вот очень много существует разных приемов так получай-ка ты по щам и вот сделаем ему тоже общем болевой сейчас меня удастся вот он в ушатаном состоянии еще и без дыхалки давай 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 опа вот все получилось ура ура не так часто у меня получается болевыми действовать но когда получается именно такой прям легких кайфес испытываю в этом плане потому что конечно блин стала на дурацкая система этого не очень мне понравилось как система в предыдущей части было хоть и читер на этом она не работала против компьютера на тяжелом уровне на легком даже не работала система но она была как-то покруче все равно хардкорнее а здесь просто тупо играешь в догонялки как вот и и спорции мамы там хоть было 2 2 2 мини игры было по болевым здесь одну вообще решили сделать предыдущей части надо было просто вы крутите колесиком стика в правую сторону вот и чем у вас выше показатель и больше стамина но это хорошо работало зато вот против онлайн соперников вот именно submission вот все там собственно всегда старались выбирать бойцов в онлайне это я так попробовал пару раз играть все стараются выбирать те у кого submission не менее 80 вот и защита и собственно и в атаке тоже так что в принципе решает submission в 2010 решал точно здесь это все переобратилось такую более так немножечко его вряд ли теперь уже кому-то кого-то заинтересует все ну кто в онлайн сейчас играет все в основном конечно за счет стойки либо в партере дерутся ну то что в партере если ты хорошо умеешь работать геймпадом принципе там нанесение пара тройки ударов обеспечивает рассечения хорошие плюс еще ко всему прочему ну вероятность нокаута очень велика или хотя бы такого легкого ногдаун от которого все плывет то что там добивать спокойненько можем но тем не менее болевые она конечно как-то зрелищные натурально смотрится когда полевыми выигрываешь но в реальной жизни принципе так и происходит очень много болевых происходит захватов вот допустим взять если федора емельяненко но он очень много одержал побед именно болевыми причем против таких годзилл дрался с порой бывало вот и у них были с болевыми выигрывал так у нас тем менее тем времени очень второй бой бой этот против дэна хендерсона я вот сыграть решил этого японца вот дэн хендерсон это печально известный нам лично российского российской федерации печально известный кто-то который одолел федю причем она сделал это я бы не каждый сказал что это было убедительно но тем не менее сделал достаточно обидно это нокаутом закончился бой он очень крутой страйкер панчер очень мощные удары вот стойки просто очень мало кто с ним сравнить свою игру есть даже убедил умудрился самого федю забодать также он очень силен на полу то есть не снизу а именно сверху если вот грубо говоря на вас навалится и начнет молотить шансов конечно так вот без потерь выйти из такого положения очень мало поэтому лучше не давать ему видите что он делает блоки здесь просто еще мне не нравится иногда они не срабатывают блоки почему-то вот лично у меня видите какие у него удачи удары мощные я решил почему еще раз объясню почему я решил сыграть за японца то что ну очень хотелось отомстить за федю дэну хендерсон это не значит я конечно бойца не уважаю очень он очень серьезный крутой боец очень правда хотя скажем так в аналоги все он еще пока не попал хотел и победил федю он в полутяжелом весе вообще выступает категории вот он особых таких значимых результатов не добил не добился такими как ну он выступает с этим категориям как джон джонс андерсон сила там витар белфорд ну как вы можете это видеть потом в дальнейшем с моих боях не все здесь будут присутствовать в этом турнире так в общем не получилось у него делать на болевой вот но тем не менее вот хорошо мой японец тоже неплохо кстати в партере дерется и вот очень кстати мне чего не нравится здесь вот я поставил как всегда симуляцию то есть то что ну симуляцию дыхалки как я делаю в карьере вот если этого не делал просто там такая столько прилетает ударов и практически не отнимается так ненатурально все выглядит практически не отнимается полоска жизни ничего можно стоять купить там без бесконечности просто с такими размахами замахами тысячу раз удары ногами нести и дохнут просто не будет соперник вот а здесь таки симуляции как-то по натуральней все вылет и нокауты случаются по быстрее побыстрее могут случиться нокауты вот здесь все-таки бывает иногда правда иногда я это как-то делал правда к сожалению не записал просто как-то попробовал поиграть получилось у меня лично там буквально на первых секундах нанести поражение нокаута то есть я начал буквально провел три удара и человек просто свалился в нокаут играл я за шейна карвина против этого самого как против ройя нельсона вот и так что пару раз ему с прямого хорошо прошел удар и 3 на третьем просто свалился три удара были одинаковые вот и это позволило сделать не именно симуляции так у нас между тем второй раунд 15-минутного в общем мы с целым боя дэн хендерсон сразу меня чуть не укажем не укошмарил вот он очень опасный он вообще так и сами память не изменяет он этот самый как его он кик боксер вот и опять это мне попал общем и так здесь без чудом каким-то просто умудрился от него вырваться вот и вот он сверху занял позицию и вот очень сложно с ним около клетки это если попадет когда у нас затылок будет прислонен клетки если он пойдет рукой по лицу нам будет ой как неприятно то есть вероятность нокаута еще вдвойне увеличивается еще мне вот еще показалось немножко не очень как бы скажем так честным что ли то что ну такой меня сложивший что компьютер дохнет в разы меньше чем собственно я я наношу меньшее количество ударов вот и у меня обратить внимание сколько на долго восстанавливаться то есть красная полоска она заполняется медленней желтая быстро красными на и вот опять вот он не очень не раз очень попал и здесь уже я думаю мне вряд ли удастся так все становился бы обоих тяжко тяжко что-то он очень крутой добивание дэн хендерсон сложно вот общем мне показалось очень так что меньше меньше я наношу ударов дохну чаще вот очень приходит сейчас додумался отдыхал я не решит плохо просто лично такой когда вы сейчас понаблюдали вы за данным хендерсона он мне в общем количестве на наносил больше ударов и но при этом и отдыхалка была в нормальном состоянии стамина так называемая вот это же у него точно не нравилось в файт найти раунд чемпион то есть там просто читерство какое-то было там если вот на самом тяжелом уровне бороться там допустим с мухаммедом али драться выходить то есть у него концу боя там дыхалка вообще не к ней не тратилась если там скотом 12 раундов стоял у него там от 100 процентов отнималось процент 35 максимум а я там уже просто полудохлый вообще и причем при всем при этом я стараюсь контролировать этот момент именно ну ладно это fight night это мы не будем может быть как нибудь я его тоже выложу показать общество так экспериментальном порядке потому что там она я как только начал играть в онлайне но там обновилась вот и там стало намного легче класть в нокауты вот при попаданиях там вообще слетать очень конкретно жизнь начинают покажу потом пока не буду я давать обещание которых не могу выполнить просто скажем так можно иметь это ввиду в общем очередной у нас бой вот я играю за этого и же хиро окияму против шилдца вот этот шилдс он на самом деле очень крутой партерщик вот к тому же очень неплохо в стойке дерется вот очень круто умеет выстреливать ноги тейкдауны делать вот но вот макияма тоже неплохой партерщик очень хорошая обороной вот этот гад все равно тем не менее меня умудрился прижать клетки и вот наносит не страшенные просто удара который ой как больно локтем прям вот от этих вот ударов очень часто рассечения по стране что у него уже три четыре удара я получил хотя он синячок и штамм есть такой так вот он тут сделал реверс на сайт контрол вот он не сделал рассечения уже под этим синяком вот очень сложно с ним тягаться в партре видимо носить занял позицию доминирующий сбросить его все не так уж плохо так вот я провел хорошую серию стройки ударов один был в прыжке 2 еще в догоночку вот и вот хорошее попадание было не устояло на ногах при этом иногда он не ушел сейчас ушел иногда вам после этого я в целую добивать вот и неплохой задел уже себя обеспечил нанес ему приличное количество повреждений вот неплохой этот мой боец и ки яму он то есть как бы достойно так достойно сопротивляется хотя повторюсь шиллз этот конечно довольно такой прыткий дядька такой слэмчик неплохой провел я вот чем есть слэмчики конечно нравится вот он вот называется реверс слэмчики чем хороши они очень круто отнимают стамину вот и то есть общий показатель вообще жизни я уже по моему говорил так triangle чок пошел удушение ногами вот хорошо я вот видите как в принципе здесь не имеет значения какой у вас показатель совмещен болевых вот вы при должном умении пользоваться этим ползунком можешь в принципе всегда выходи сухим из воды в реальной жизни же если так вот зажмёт какой-нибудь вас фрэнк мир будет очень печально это смотреться и чувствоваться тоже будет вам это печально потому что вырваться практически нереально у крутого болевика джиу-джитсера ладно повторюсь уже это такой косяк разработчиков но неплохо смотреть тоже моему нанесли повреждения вот эти рассечения синяк заплыл глаз как всегда мне все время советуют блокировать его перемещение в партере все стало как-то более скоропостижным по сравнению с и все они спитой 2010 вот очень быстро происходит положение меняется крайне быстро я не успеваю лично ничего там предпринимать иногда не всегда вернее успеваю предпринимать вот так в общем так вот я в агрессивной манере как всегда начинаю раунды набегаю пытаюсь нанести урона но мне не всегда это получается вот он классный провел оборонный такой прием я пытался его завалить вот такой чисто по-самбовски так пытался его завалить вот но она готова увернул свой корпус и вот 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 здесь мне вот тоже понравился прям почти он меня поймал чудом каким-то я вырвался у него и в принципе сумудрился защититься жалко здесь нету реверсов именно болевых то есть грубо говоря да если там мы находимся в такой более менее удобной позиции и если нам сделают болевой мы могли а можете можно это делать и кстати правда еще так и не не все в плане болевых то есть исследовал возможно можно это делать именно грубо говоря делать реверс болевого то есть если нам делать болевой находясь в определенной позиции можем сами контра перехватить очень инициативу и сами выйти на болевой возможно это можно сделать то что то если вы помните в одном из предыдущих боев сейчас вот когда дрались за марками муни за массово время болевого появилась такая надпись switch stands r3 на switch stands это возможно было можно перехватить инициативу и так что то на самом деле этот шиллс валится с ударов прав пока еще он нокаут никак не уйдет но равновесие у него плохо держится когда мы попадаем четко в принципе он не может ничего против сейчас самое главное нам на болевой не попасться на его то что у нас дыхалка очень обратите внимание да как все-таки восстанавливается компьютер побыстрее как у меня красненькая долго заполняется вообще как она как она много ее отнимается именно вот очередное попадание пора добивать его уже надоело мне сделаем удушение так что он очень быстро вырвался причем с полной дыхалкой сам будет пытаться мне сделать болевой то вот это очень опасная ситуация в онлайне бы конечно такого бы не прощали бы видите что делать ай как неприятно у меня спас гонг просто сейчас бы у меня на самом деле уже добивал бы как он круто перехватил инициативу видали вылез из болевого из удушающих почему с такой скоростью прям шуха резко там да у него слетела это самое как его полоска синенькая сверху оказался на нас и просто не оставил этих шансов занял сразу доминирующую позицию ботом верховую позицию и все и просто меня практически ушатал мне гонок спас повторяюсь все начинается еще один раунд вот это вот конечно какая-то дурь произошла все-таки конечно на playstation версия она менее стабильно работает вот бывают такие баги не как бы уходит в молоко удара вроде якобы наношу но тем не менее не наношу очень поплатился за свою расточительность он и пора бой заканчивать почему такой вот моя моя такая победа ну и моя этого товарища кияма вот но бой был такой даже я думаю он более более активного если будут по очкам бы на рядом из активность бы ему бы победу присудили прошел все что так сложилось что в стойке он конечно слаб пропускает очень сильно часто удары вот что же дальше проходит и кияма сейчас состоится следующий бой возвращаясь тому что playstation менее стабильно работает вот когда даже двигаются что-либо натуральный на иксбоксе нокауты падают не знаю там наверное более все как-то работает более четко что ли у кого есть иксбокс просто проведите сравнение будете смотреть видео там самоуправление более плавно и более отзывчивое именно с боксовского геймпада за счет может быть боксов геймпада хотя может быть за счет именно боксовской версии в целом вот в общем ладно не будем вдаваться подробности у нас следующий бой небезызвестный витор белфорд будет драться еще с одним бразильским джиу-джитсером дэн мероглёд такой чебучный судья такой прикол там один раз был когда он там стоял в конце уже когда объявляли победителя когда поднимали руку победителю взял не тому проигравшему руку поднял народ ржал так победитель просто офигел до кое-что лелыми глазами смотрит это мелочевка конечно все же знают атака всего лишь формальность в общем этот бастаманта посмотрите что вытворяет он очень крутой партерчик джиу-джитсер как объявил блюз баффер вот очень у него он круто на полу кувыркаться умеет сейчас это вот видели да все таки конечно партерная борьба здесь хоть стала и более скоротечная но она более здесь стала натуральная по сравнению с спит 2010 то есть очень много новых движений появилось очень много новых возможностей появилось есть принципе вы прокачаете себе бойца партерщика вот именно такого там даже принципе есть приемы отдельные в партере вот такие как баттерфляю который вот вы видели чуть ранее в первом бою в общем если вы вторую следующий человек очень будет вам интересно пробовать эти вещи так ладно давайте вернемся в бой к бою вот такой жилистый такой тощий пустаманта twitter belford он не обладает таким кстати арсеналом каких-то приемов имеют у не в партере не даже ну в стойке самой он обладает очень крутой кардио крутым очень то есть его свалить очень сложно возможности это сделать и это делали я это делал в этой игре да и в реальной жизни его сваливали но тем не менее вот он очень очень силен физически крепок и практически непробиваемая у него очень крутая оборона что делает его конечно очень грозным соперником и я выбрал его не потому что он сильнее заведомо чем допустим бастаманта хотя вот бастаманта это конечно он очень много возможности выпускает может это средний уровень сложности сказывается может быть это именно его какие-то такие он очень круто на полу кувыркаться повторюсь умеет но при всем при этом практически ничего не делает кроме того что кувыркается в лазер сменяет постоянно позиции с позиции на позицию вот но при этом не проводит никаких таких серьезных ударов не пытается завершать болевыми не пытается просто вот как-то просто смена позиция 1 происходит постоянно вот видите да он блок хист транзишн это вот он именно постоянно меняет позиции мне надо это дело как бы рекомендуют секунданты рекомендует в общем этим это блокировать ну витор по форту он не помню он не такой уж прям партерщик больше в стойке я сложно очень это делать поэтому не будем заморачиваться вот но бой зараза довольно таки длинный получился потому что вот-вот ух так неплохо проводит он зазевался я на самом деле не думал что он так ведь он так ему видать что там подсказали что какой-то рубильник переключился увидите он так более активно начал действовать вот хорошо тоже реверс получился красиво смотрится система реверса здесь и особенно приятно когда они проходят получается это прям лично для меня не знаю такой эстетическое удовольствие я испытываю как бы находясь в более слабые позиции переходить доминирующую с возможностью там нанести серьезные повреждения очень приятно в мм и она конечно такое было в мм и там были настолько все по-детски игрушечной как-то здесь все гораздо сложнее сделать чем-то и больше удовольствия вызывает там реверс можно было бы мм и сделать тоже но игры он там на было всего лишь нажать одну кнопку и все здесь же целая система тут надо подлавливать момент чтобы это сделать к тому же надо ну в обратную сторону стиком два раза щелкнуть не щелкнуть а два раза дернуть стик в левую или в правую сторону зависит от того куда у вас голова если у вас голова влево соответственно в левой стороны голова вправо значит правую сторону такая вот интересная система механика вообще ничего конечно такого прям сверх сложного но иногда повторюсь сложновато бывает ловить особенно людям которые не задротничать как я вот я не особо задротничать просто надо бывает подлавливать пытаюсь но если у вас это не будет получаться человек который крутой партыши как вот это допустим бустаманка вот видите он вот он сейчас тоже провел реверс блокировал мое перемещение на сам был бросок и собственно провел контра заваливание такое весом своим меня придавил вот а на полу я говорю если вы не можете ну плохо у вас получается реверсы делать крутой партерщик там да своими крутыми перемещения очень может быстро занять верховую позицию причем если вы не вас не получается делать реверс он его сам может проделать за счет этого вот ведь сейчас позиции бутерфляй очень хорошо владеет именно борьбой в стиле бутерфляй уперся ногами двумя и просто нас перевалил на доминирующую позицию очень крутой я повторюсь он очень крутой партерщик если вы как вы можете видеть но ему недолго осталось потому что он уже вся взяном я уже разбита по-прежнему мне секунданты советую блокировать его перемещение вот но тем не вот в начале раунда 2 он мне неплохое нанес такую серию у него получилось комбинации хороший удар вот ведь меня немножко такое рассечение под глазами есть тоже тоже в принципе довольно таки опасно надо побольше думать в обороне вот но у каждого бойца есть свои слабости вот я например нашел что тот не очень как будто что не плохо он пропуская первые удары с клинчем с май тайском что принципе хотя не клинч я думал не особо все при этом неплохо гад еще и уворачивается то есть приходится напрягаться обстреливать вот чем у кого-то джиу-джитсу кстати вот у людей партерщиков чем конечно их можно за скажем так кислород ему а урезать это тем чтобы не давать не переводил борьбу в партер это надо обладать хорошей обороной от тейкдаунов от самбо слэмов вот таких вот бросков плюс ко всем прочему как вот федя емельяненко дело с джеффом монсоном долбить ему лоу киками по ногам то есть обездвиживать то есть человек просто джиу-джитсер встанет то что у них ударная техника при всей при всем арсенале приемов на полу удар техника не такая как допустим у тайского боксера тайский боксер конечно стойки им практически нет равных там кик боксер боксер может с ним сравнили сравниться там это у тайского боксера в арсенале столько ударов ногами локтями коленом а удары сами такие мощные они там с детства наверно тренируют эти удары набивают себе ноги деревья ломают то есть принципе да взять эту алистера верима которых мои версии к сожалению не будет нету его вот он очень круто круто обладает ударами в стойке тайскими тайским боксер именно у него очень поставленный серьезный ударом там ни одно дерево на сломал как там по помните известном фильме кик боксер с жан-холдом ландам там очень хорошо показано все думают что такой попсовый фильм а на самом деле там реально показаны были реалии вот тайских боксеров частности там по такой серьезно представить вам и вот это ведь актер реально там полный тайский боксер крутой очень вот они там если помните ломали как стоял по колонии ногой фигачил по мраморной не по мраморной по каменной очень хренобени вот ну ладно это мы еще об этом поговорим много раз в общем на этом у нас бой первая часть турнира заканчивается вот биттер белфорд моим чутким руководством одержал победу нокаутом третьем раунде и на этом с вами редко попрощаюсь увидимся во второй части с вами был фолиот всем до новых встреч и как всегда большое пока